Дорогие мои, приветствую вас! И принимайте огромный привет с берега Балтийского моря. С вами Людмила Батакова и я хочу поздравить всех женщин с недавно прошедшим праздником, Международным женским днём, с первым весенним красивым праздником. Дорогие мои женщины, самый лучший наряд для нас с вами – это счастье. Носите этот наряд, не снимая, и живите красиво вашу женственность. Ну а сегодня мне очень приятно, что вы заглянули ко мне, смотрите это видео, и мы с вами поговорим о том, что нам мешает развиваться и двигаться вперёд. А мешают нам ограничивающие нас же самих убеждения, убеждения наши же. Как нам жить, решаем мы сами. Никакие внешние, даже самые объективные обстоятельства не могут помешать нам делать свой выбор в пользу другой жизни. Счастливой жизни, жизни мечты. Но есть преграды, которые помогают нам выравнивать этот путь. А есть ограничивающие нас убеждения. Что такое вообще убеждение? Убеждение – это то, в чём мы уверены абсолютно, и это такая наша аксиома. Ограничивающие убеждения – это такие наши установки о себе, о других людях, об обстоятельствах, которые мешают нам расти, развиваться и жить так, как мы хотим. Откуда появляются эти ограничивающие убеждения? Большая часть из детства, но и ещё основная часть идёт из уже взрослой жизни, когда мы получаем какой-то негативный опыт. Немножко темперамент тоже на всё это влияет, но всё-таки вот эти детские установки, которые пришли из детства, они самые сильные. Но давайте вспомним, когда в детстве вам говорили про деньги, самое сейчас популярное, наверное, самое яркое, что быть богатым некрасиво, что богатые все воры, что деньги – это не для нас, или что деньги достаются тяжёлым трудом. Это ограничивающие убеждения. Но потому что на самом деле это неправда. Это просто чей-то опыт, который был передан нашим, может быть, прабабушкам-бабушкам, мамам-папам, да, и он коснулся и нас с вами. Нас тоже этому учили. На самом деле деньги – это энергия, как и всё, что нас окружает, как и мы сами, которая в материальном мире играет достаточно важную роль. И она является вообще-то энергией самой сильной после энергии любви. Следующие убеждения, они рождаются тогда, когда мы переживаем негативный опыт. Допустим, опыт в отношениях, которые закончились либо предательством, либо изменой, ну, либо ещё какими-нибудь там неприятными событиями. И вот когда они завершаются, то в голове появляется ограничивающее убеждение, что на людей нельзя положиться, что любой человек может тебя предать, что не верь никому и никто тебя не обманет. Вот все эти фразы, они очень прочно оседают в нас и рождают тоже не просто ограничивающие убеждения, а ограничивающие программы. И в тот момент, когда мы с вами хотим жить другой жизнью, когда мы хотим развиваться, потому что время же проходит, да, и вот мы уже готовы и деньги зарабатывать большие, потому что есть и силы, и энергии, есть и возможности. И мы начинаем делать действия для зарабатывания денег, потому что же не просто хотеть надо, нужно что-то делать. И вот нам говорят, нас учат, как и что нужно делать, чтобы зарабатывать эти деньги, прилагать свои усилия, чему-то обучаться. Потому что в тот момент, когда мы начинаем вот это действие, ограничивающие убеждения возникают автоматически в голове. Сначала, может быть, этого ты как бы и не слышишь, вот эта лампочка красная там, она моргает и говорит тебе, эй, зачем? Деньги — это зло, большие деньги зарабатываются вообще кровью потом, и вообще все, кто большие деньги зарабатывают, это все воры. А тебе зачем это? Зачем тебе эти проблемы? И убивают из-за денег, ну куда ты лезешь, да? И в какой-то момент даже приходит вот этот физический, ты чувствуешь, ты сжимаешься, тело сжимается, думаешь, а зачем мне вот это какая-то новая, другая жизнь, с ее деньгами, с путешествиями, делать, что хочу я. Сейчас делаю то, что я хочу, да, на свои там небольшие денежки. А возможности, да, ну ладно, как-нибудь потом. То есть в какой-то момент сливается вся энергия из этого страха. То есть фактически это страх, да? То есть вот убеждение работает, это плохо, тебе это не нужно, это больно. Точно так же в отношениях. Ну то есть были когда-то отношения неудачные, скажем так, хотя все есть опыт души. И вот приходит момент, когда вот есть человек, и вроде бы как хороший, положительный, и вроде бы и нет никаких там подводных камней, все в порядке. А ограничивающие убеждения говорит, ты присмотрись, ой-ой-ой-ой, вот прям похоже на то, что у тебя было. Ну предаст же, ну ведь обманет же, ну не надо тебе, ну не лезть в эти отношения, не надо. Помни, как тебе было больно. Вот эта красная лампочка там мигает, мигает, мигает в голове, ну образно говоря, да, и не дает нам сделать этот шаг. То есть мы сами отказываемся от своей жизни мечты, от своей счастливой жизни. И когда такой человек, который готов к переменам, он находится в поддерживающем окружении, и он готов работать над собой, все, ты понимаешь, да, вот мы все вместе сейчас будем либо учиться, либо делать какие-то шаги. И вдруг он остается, когда один на один с собой, программа включается тут же. Не надо тебе. И человек реально сливается. То же самое программа включается тогда, когда мы начинаем учиться чему-то новому. Но если у человека есть ограничивающее убеждение, которое говорит о том, что ты бестолковый, да у тебя никогда ничего не получится, это вот как раз-таки из опыта нашей жизни, да, да, типа там троечник, двоечник, из детства может выскочить такое. И человек как только чего-то не понимает, а когда мы учимся, ну это логично, да, что какая-то информация для нас является абсолютно новой. И вместо того, чтобы просто ее проходить, посидеть и подумать, а как это работает, а как я это понимаю, задать уточняющие вопросы во время обучения, включается опять ограничивающее убеждение, да ты не понимаешь, да никогда не освоишь, потому что ты тупой, бестолковый, потому что не надо тебе туда лезть. И все, нет энергии дальше учиться. Не получается учиться, потому что внутри живет вот это. Ты бестолковый, ты тупой. Этот внутренний критик постоянно обесценивает все то, что человек делает. Что бы он ни сделал, внутренний критик говорит, все, это тебе не надо, не нужно, не получится, не сможешь, просто нет, просто нет. Мы не чувствуем это, мы не понимаем, почему это. Мы, может быть, забыли давно какую-то ситуацию, но программа, которая родилась, и она уже, знаете, она уже распухла, растолстела, она приобрела объемы, и она начинает давлеть на человека. Именно поэтому в такие моменты, когда мы с вами хотим поменять что-то в своей жизни, нужно очень хорошо поработать над теми убеждениями, которые возникают в момент принятия решения к действию. То есть если мы только с вами чего-то захотели, я хочу поменять работу на более денежную, или там не просто работу, а я хочу уйти работать через интернет, онлайн, чтобы быть свободной. Сейчас это вообще очень модно, очень популярно, и вообще это очень востребовано. И в этот момент, когда ты начинаешь думать, так, этому нужно научиться, где-то нужно проконсультироваться, там нужно понять, чего я хочу делать, то есть это большой такой объем работы над собой, когда нужно просто через сознание понять, да, это, это, это я буду делать, как я это буду делать, что мне нужно для этого сделать, к чему нужно научиться, к чему нужно обучиться, чтобы вот идти в этот новый путь. А это же вообще новая деятельность, человек никогда так не действовал. И вот на этом этапе включается ограничивающее убеждение. Это не для тебя, тебе это не нужно, у тебя это не получится, зачем тебе так рисковать, у тебя есть место хорошее, вот и сиди там, работай за свою зарплатку, на своей работке. Еще есть пример, когда люди имеют сильнейшее ограничивающее убеждение по поводу здоровья. Вы знаете, когда мне очень многие женщины пишут, что вот у меня такая-такая-то болезнь, и я сижу на таблетках, потому что врач сказал, что без таблеток нельзя. Хоп, а у меня такая-же болячка, и я ни одной таблетки в жизни не выпила. И когда людям это говоришь, то есть там точно такой же стопор идет. Это невозможно, это неправда. Вы говорите неправду, это при этой болезни невозможно. Нужно только пить таблетки постоянно. Или, а вот эту болезнь, она неизлечимая. Это хроническое заболевание, оно неизлечимое. А хлоп, а у меня это хроническое заболевание, я его излечила. Но только здесь мне легко, потому что я это проходила, и мне понятно, что вылечить можно все. Любое заболевание можно вылечить. Есть 0,1% болезней на Земле, которые вылечить нельзя. Но это кармические ситуации. Это урок для человека, который нужен для опыта его души. Это 0,1%. Все остальное вылечить можно. Но первое, что нужно сделать, это поверить, что это возможно. Убрать ограничивающие убеждения. Убрать любое вот это нельзя, невозможно, не для тебя, зачем тебе это. Все это нужно убрать. У тебя не получится, ты этого не достоин. Вот это все нужно убирать, потому что дальше двинуться эти программы. Не дадут. С ними нужно работать. Нужно их перерабатывать и перемысливать иначе. Ну, допустим, вот человек хочет написать книгу. Просто у меня была такая ситуация, такая история. Не то, чтобы я хотела написать книгу, но мне предложили ее написать по мотивам курса «Восемь шагов к счастью». И у меня первое убеждение, я не писатель вообще, у меня это не получается. Говорить «да», но написать это для меня трудно. Как-то я посидела и подумала, что сегодня в моей голове, что ограничивает меня вот в том, чтобы просто сесть, ну, попробовать, как минимум попробовать. Я же помню, что в школе по сочинениям у меня были пятерки в том числе. Да и вообще каждый человек умеет, наверное, писать. Но где-то было ограничивающее убеждение, что ты пишешь плохо. Это невозможно читать. Это неинтересно. Все, и оно сработало. И оно не давало мне возможности написать. Когда я нашла это ограничивающее убеждение, я подумала, ну, я как минимум попробую это сделать. Я подходила к написанию текста несколько, знаете, несколько недель. Я и так подойду, и так подойду, и так подойду. То мне лень, то мне резко хочется спать, то резко хочется поесть, то еще что-нибудь резко хочется. То есть вот я понимала, как оно меня не пускает. Но это через осознание. И когда я просто сказала себе, не, ну все, хватит. Я просто взрослый человек. В конце концов, что это за игры такие разума? Сказала себе, села и стала писать. Вы не представляете, я написала, ну, она небольшая книжечка, маленькая, да? Многие из вас ее уже знают и читают. Но она, я написала ее за один день. Даже, ну, какой день? Не 24 часа я писала, но часов, может быть, 8, 8 часов. И я ее написала. Там просто вот лилась информация. Мне просто нужно было, ну, не руками писала, а отпечатать. Представляете? Вот программа ушла, все, и пошел поток, потому что человек может все. Мы все берем информацию из банка Вселенной. Там есть все. Ты говорить можешь, ты написать можешь, ты вылечиться можешь, то есть любая энергия. Ты заработать денег можешь, ты путешествовать можешь, любимым делом заниматься. У тебя, ну, Вселенная открыта, бери только оттуда. И бери, и пользуйся. Мы ограничиваем себя сами, потому что живут в нас эти ограничивающие убеждения. Нет, не для меня. Нет, не получится, не смогу. А жизни нужно говорить да. Да, получится. Да, смогу. Да, заработаю. Да, вылечусь. Да, напишу. Да, спою. Спою, кстати. И человек понимает, я, ну, никогда не научусь петь. Я и петь не буду, потому что мне медведь на ухо наступил. Хм. Другая установка. Да, я не умею сейчас петь. Но я пойду учиться, и я, как минимум, буду гораздо лучше петь, чем сейчас. А петь, кстати, нужно обязательно, потому что это очень особенные вибрации, когда мы работаем со своим голосом. Кстати, очень многие, я знаю, люди говорили, что им всегда в детстве твердили, что ничего у тебя не получится. Ни слуха, ни голоса у тебя нет. Но люди занимались, даже без слуха занимались и потом пели. То есть это люди, которые ограничивающие программы как-то или проработали, либо они в них, ну, не ужились, то, что называется. Ну, и что, что нельзя. Но я попробую, как минимум, я попробую это. И я сегодня предлагаю вам поработать над своими ограничивающими убеждениями именно по разным темам своей жизни. Я вот приведу пример, какое есть убеждение и чем мы тренируем это ограничивающее убеждение. Давайте пример про себя. Ну, допустим, вот очень много всяких розыгрышей, и все, да, проводится. Человек говорит, ой, я даже не буду участвовать, потому что я никогда не выигрываю. Или там, я не верю, это все, там ерунда, все давно разыграно. А как можно сказать? Я обязательно поучаствую в розыгрыше и обязательно в нем выиграю. Ну, хоть что-нибудь. Ну, не в этот раз, так в следующий. Просто это то, что писали мне мои подписчики, когда мы на канале разыгрывали различные подарки. Люди писали, да, я никогда раньше не выигрывала, но в этот раз я сказала себе, что я выиграю и я выиграла. Или мне, как всегда, не везет. Представляете? Но так же не бывает, чтобы человеку всегда не везло. Это вот эта вот фраза, откуда-то из детства, там, или из юности. Мне всегда не везет. Один, два, три раза не повезло и все, у человека есть эта программа. Кому-то везет, всем везет, а мне никогда не везет. Мы заменяем ее. Да мне всегда везет. Просто один раз меньше, другой раз больше, а третий раз еще больше. У меня руки из одного места растут. Ну да, потому что часто такие фразы говорили и мне тоже. Если что-то не получилось, вместо того, чтобы поддержать, говорили, руки у тебя из туда растут, потому ты не умеешь это делать. Но навык появляется не сразу. Если в чем-то ты тренируешься, ты постоянно это делаешь, приобретаешь навык и у тебя все получается. Бедность не порог. Ну, не порог, да. Но как ты будешь жить без денег? Сегодня в материальном мире деньги – это та энергия, которую мы обмениваем на те необходимости, не то, что даже удовольствие, на то необходимое, чтобы жить под крышей, чтобы питаться, чтобы ходить, чтобы перемещаться, чтобы учиться. На все это нужны деньги. Поэтому быть бедным – это ненормально. Мы заменяем его. Деньги меня любят. Это как минимум. Деньги меня любят. Деньги – это тот эквивалент того труда, который мы вкладываем в то или иное действие. Если мы вкладываем действие в то дело, которое приносит мало денег, мы получаем мало денег. Но если мы переключаемся и вкладываем свои усилия в то дело, которое приносит много денег или больше денег, делаем другие действия, да, действия другие придется делать. Мы работаем, мы действуем, мы учимся, мы меняемся. И именно это нам приносит совершенно другие деньги. Про хобби, например. Творчеством или своим хобби нельзя заработать. Ну почему же нельзя? Очень даже можно. Сегодня вообще востребованы люди, которые умеют именно творить, делать собственными руками, использовать свой интеллект. Это всё востребовано. И сегодня за это вообще очень хорошо платят. Нужно только свой талант найти, его развить, и всё будет. Да, это не происходит вот так вот, по щелчку пальцев. Да, нужно работать, нужно учиться, нужно меняться. И если нет никаких ограничивающих убеждений, то у человека очень быстро даётся очень много энергии для того, чтобы он достиг того, чего он хочет. Вот любая реализация мечты, как задумки, как желания, она проходит все эти же этапы. То есть мы сначала хотим, мы понимаем, видим, прописываем, что мы хотим, в каком виде мы это хотим. И потом мы начинаем над этим работать, получать знания, применять их и постепенно получать свои результаты. Про отдых. Мне некогда отдыхать. Это ограничивающее убеждение, которое мешает человеку нормально жить. Человек должен отдыхать. И как это некогда? Есть определённый план на день. Если не получается отдохнуть, действительно много дел, нужно пересмотреть, а где вот в этом дне, где я? Где моё? Моё время на себя, не знаю, на поесть, на отдохнуть, на подумать. Его нет, потому что мы его не прописали. Мы работаем на износ, мы издеваемся над своим телом. И когда тело нам говорит, всё, кряк, начинает болеть, тут мы начинаем ругаться с телом. Ах ты бессовестный, что ж ты болишь? Да, и мы его к врачу несем. И говорим, врач, давай-ка лечи. Врач нам лекарства. А лекарства нам не помогают. Потому что сейчас вообще лекарства не помогают, но помогает наша внутренняя энергия психическая. Мы ею можем пользоваться и сами себя излечивать. Давайте пойдём к истоку, да? Как это некогда отдыхать? Это ограничивающее убеждение, которое не позволяет человеку потратить время на себя, чтобы восстановить свои силы. Гнать такую программу надо. Ну, это несколько примеров, которые я вам привела, но хочу вам сказать уже в заключении этого сегодняшнего видео, что успех или неуспех в любой сфере – это ваш выбор. Только ваш. Только вы сами выбираете, что и как вам думать по той или иной сфере жизни или деятельности, по тому или иному вопросу. Фраза о том, что мы сами творим свою реальность, что мы творцы своей жизни – это не байка, это не россказни, это закон Вселенной. Мир всегда на нашей стороне. Ангелы-хранители, небеса всегда на нашей стороне и всегда готовы нам всячески помогать и помогают нам. Нам лишь нужно принимать эту энергию, знать, чего мы на самом деле хотим, и двигаться в этом направлении, не обращая внимания на ограничивающие убеждения. Потому что если только ты почувствовала, что ты хочешь, вот человек говорит себе, да я хочу, вот я правда это хочу, прям до дрожи в теле, это точно для вас, вы точно это можете, вам точно это нужно. Потому что если не можете и не нужны, или не сейчас, или это вообще просто не ваша тема, вы этого и не захотите никогда. Слушайте свое тело, слушайте свой организм, он вам всегда подскажет, что вам необходимо, в какой момент начинать это делать. И когда вы вступите на этот путь и будете уверены, что это для вас, это вам нужно, вы этого точно хотите, вы увидите, как все преграды начнут просто разлетаться. Ну а если в голове возникнет все-таки вот эта вот противная, ограничивающая программка закрутится там, вы сразу так говорите ему, стоп, я по крайней мере попробую. Ни один, ни два, я три раза попробую, а потом я еще раз попробую. Программа постепенно улетучивается. Ну что же, мои дорогие, я очень рада была с вами сегодня поделиться этой информацией. Тема очень интересная, она многообразная, и она сейчас очень актуальна. В век перемен, вот время сегодня очень активное, как раз-таки прямо сейчас она работает. Вот это время перемен очень таких мощных. Это знать нужно обязательно. И выбрасывайте из своей головы все, что нас может ограничивать. Знаете, вы достойны всего самого лучшего в вашей жизни. В это, поверьте, первоначально. Пропишите. Я достойна этого, этого, этого и этого. Я хочу это, это и это. Чтобы вы видели, чтобы глаз фиксировал, чтобы программа начинала просто разваливаться на ходу. Когда она говорит, вам нет, а вы говорите, да. Когда она говорит, ты не хочешь, а вы говорите, я хочу. Я хочу, я буду, я сделаю. Но сегодня эту тему я и закончу на этой радужной ноте, дорогие мои. Очень рада была с вами повстречаться. Пишите ваши комментарии, буду их очень ждать. Ну а на ближайшую неделю желаю вам всего самого прекрасного, самого хорошего, настроения великолепного. Помните, носите этот красивый наряд, который подходит каждой женщине. Счастье. И живите красиво вашу женственность. И обязательно дарите миру любовь. И мир ответит вам тем же. Ну а с вами была Людмила Батакова. Всего хорошего. Пока-пока.